друзья всем привет хочу показать вам что такое сперм паутина я уже снимала такое видео но у нас появились новые подписчики видите паук лежит на спине немножечко так на боку в уголочке сейчас он сплел сперму паутину это именно та паутина которая сделана специально для привлечения осанки можете рассмотреть сейчас все детали паук большой вот в принципе размером с ладонь сейчас так даже немножко непонятно сейчас поставлю руку на его фоне вот в принципе лапами он может обхватить мою руку полностью с весны бедный паучок плетет паутинку в ожидании самки но в этот период он кушает потому что он именно ждет самого спаривания насколько знаю ну в таком состоянии он может пребывать достаточно долго так как он кушает иногда все таки посмотрите какие когтики на лапке принципе вот здесь тоже видно такие блестючие блестючие ковтики два когтика на лапке если бы паук уже спарился у меня весной может быть даже сейчас его бы уже с нами не было конечно цель паука единственная в жизни это найти самку и передать ему передать ей свою сперму это единственная цель в жизни паука самца паук самец может оплодотворить только одну самку насколько я знаю после чего его жизнь становится бессмысленной он перестает есть и очень скоро погибает в ожидании самки я не знаю сколько он может прожить но все-таки хотелось бы осуществить его цель было бы больше пользы найти самку и сделать еще паучат почему это называется сперм паутина потому что из сперматеки он на паутину наносит что-то я точно не знаю если есть более продвинутые арахнолюбители среди моих подписчиков напишите более подробно я распыляюсь немножко и на крысы на цветы и на пауков поэтому как бы все эти слова я даже толком и не помню просто содержу паука в общих чертах знаю путинка так колышется изучаю в общем-то по по мере происходящего то есть вот он полгода уже плетет у меня сперму паутину несколько раз я на это дело попадала он испытает залезает внутрь после чего наносит туда из сперматеки какое-то вещество ну какие-то гормоны которые привлекают по запаху самку у пауков то зрение в природе плохое и кричать они не могут поэтому они привлекают друг друга по запаху и он ждет самочку вот в таком вот виде он так может лежать пару часов после чего он вылазит и сворачивает паутину по ненадобности в комок пауки очень чистоплотные и очень любят порядок они всегда складывают остатки еды в одно место остатки паутины ненужные могут складывать в одно место сворачивать прям в комок и все в мусорник так сказать вот так выглядит именно самец полгода назад я этого еще не знала передние лапки у него видите такие специальные поэтому признаку можно понять что это именно самец вот похоже сейчас как раз наступил момент когда он решил что хватит лежать в ожидании пора вставать и еще хочу сказать что паук сейчас очень уязвим он не кидается раньше по молодости в подростковом возрасте он кидался прям был очень агрессивен сейчас нет он старается убежать старается спрятаться потому что я уже сказала у него цель найти самку испариться поэтому он себя очень бережет и то что он может укусить вероятность очень очень маленькая брать в руки его можно но я этого не делаю как бы это стресс для паука лишний раз не хочу его трогать и для меня это тоже стресс я сейчас представляю какой стресс испытывают люди арахнофобы которые смотрят сейчас это видео каждую ворсинку видно классно снимать его с с фонариком очень классно глазки будут видно здесь вот они глазки тут блестючие глазки светятся отражают свет фонарика милое существо милое беспомощное существо кто сейчас испугался пишите в комментариях я на него просто вдохнул ну по-видимому я на него вдохнула ой выдохнул рассказать ладно неважно все запутался в собственной паутине все друзья спасибо за просмотр всем пока